Здравствуйте, это «Вопросы по делу» в студии Нина Приходько. Здесь, в этой студии, мы ведем конструктивный диалог. Эксперты Общероссийского народного фронта приступили к мониторингу качества работы организации социальной сферы достаточно давно. И для этого активисты запустили специальный проект «Народная оценка». Какие позиции будут исследовать в рамках данного проекта, расскажет наш гость, эксперт регионального отделения ОНФ Ростовской области Вадим Живин. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что будет входить в пул данной оценки, какие объекты будете изучать, и самое главное, как будет выстраиваться сам процесс взаимодействия. Ну, на самом деле, проект новый, но занимаемся мы этим постоянно на протяжении уже нескольких лет. И если мы будем говорить о том, что войдет в сам пул конкретно именно вот этого вот проекта, то это организации, учреждения социальной сферы. Ну, как вы знаете, это поликлиники, школы, МФЦ. Соответственно, этот мониторинг будет подразумевать оценку качества услуг, оказываемых нашим гражданам. И, если так сказать, некая компиляция во все одно и дальнейшая работа над этими ошибками уже непосредственно органов госучреждений, органов власти, которые должны слышать, если хотите, голос народа, слышать непосредственно о проблемах, с которыми сталкиваются люди в данных учреждениях. И, конечно же, работать над этим, улучшать, усовершенствовать, добиваться лучших результатов для того, чтобы гражданин, сталкиваясь с каким-либо социальным учреждением, он в полной мере получал все положенные ему услуги и, скажем так, остался доволен результатом и теми мероприятиями, которые были с ним проведены. Ну, а если более конкретно, алгоритм взаимодействия с населением, вот что это будет? Это будет сайт, куда люди могут заходить, анонимно, неанонимно? Вот расскажите, в чем будет? Запущен проект, который называется народная оценка.ру, то есть непосредственно вы можете зайти на этот портал, оставить, скажем так, информацию об услуге, которую вы получили. А не обязательно, если вас что-то не устроило, ведь очень важно понимать и видеть, как улучшается качество оказываемых услуг, что происходит, над чем работать. И для этого, конечно, этот обзор должен быть объективным. Если мы оглянемся немного назад, то поймем, что подобные проекты, они показали себя очень хорошо, есть хорошие результаты, мы можем с вами вспомнить карту свалок, карту дорог, это прогремело на всю Россию. Но эти проекты продолжают сейчас свою работу? Да, они никуда не исчезли, они продолжают действовать, и если мы сейчас с вами опять же сделаем такой обзор сверху вот этих трех проектов, нароценка, карта дорог, карта свалок, поймем, что в этом, в принципе, и главные проблемы, вшиты проблемы общества, те, которые волнуют общество. Ну, давайте вспомним, вот рядового человека, рядового гражданина, дороги, каждый день он сталкивается, и неважно, обладает он автомобилем, нет. Если мы возьмем свалки, это, конечно, определенный бич, с которым мы боремся, в том числе с помощью нашего проекта карта свалок. Ну и, конечно же, организации учреждения социальной сферы, с которыми мы сталкиваемся, ну, практически ежедневно. Это детский садик, это школа, это поликлиника, опять же, это МФЦ, очень важное социальное учреждение, которое действительно улучшает жизнь, помогает избежать многих имеющихся ранее проблем. Ну, мы все знаем, да, как мы с вами меняли паспорта, каким образом мы с вами получали те или иные справки и так далее. Сейчас этот принцип, он работает в одном окне, и, в принципе, гражданин, понимая о том, какую ему услугу нужно получить, может прийти в МФЦ, получить талон на очередь и записаться на получение услуги. Вадим, ну, в принципе, вот оставить свой отзыв, да, пожаловаться, написать кляузу куда-то, это, в принципе, сейчас не проблема, да, сейчас многие органы и учреждения социальной сферы, они, они, в принципе, открыты, есть сайты, где можно оставить комментарии, да, но в чем проблема? Обратная реакция, как правило, ну, редко видит человек, да, написал, и, как бы, ему ничего не отвечают. Вот в вашем, в случае вашего проекта, как будет строиться взаимодействие, опять-таки, возвращаясь, да, вы будете по каждому отзыву вести обратную связь, выезжать на место, проверять, это же достаточно огромный, большой массив информации будет сейчас просто обрушиться на вас. Да, обрушиться, мы готовы к этому, ведь, если все-таки взяться к истокам нашей общественной организации, она общественная, это, в принципе, если говорить об тех, кто является членами ОНФ, ведь это простые рядовые граждане, это обычные граждане, люди с активной гражданской позиции, которые хотят улучшений, они готовы ради этого жертвовать какой-то частью своего личного свободного времени и проводить как раз-таки вот подобные мониторинги. Поэтому, если хотите, ну, за нами стоит каждый гражданин с активной гражданской позиции, и поэтому с помощью наших активистов мы, конечно же, будем отрабатывать каждую, каждую, я повторю, заявку, отзыв оставленный, потому что вы правильно подчеркнули о том, что ведь возможны какие-то и отзывы, которые на самом деле не имеют места, или другую сторону медали, да, это могут быть хорошие отзывы, но которые тоже под собой не имеют ничего связанного с этой услугой, это просто, ну, там, может быть, какой-либо чей-то знакомый, а там может быть еще кто-то. Поэтому, конечно, мы будем отрабатывать каждый, мы будем связываться с гражданами, которые будут оставлять непосредственно эти отзывы, и отрабатывать их по мере времени, будем отрабатывать, и дальше уже, если это действительно имело место быть неверно оказанная услуга, может быть, какие-то нарушения, да, мы будем об этом сигнализировать муниципальным и федеральным властям. Вадим, ну вот структуры, да, социальные сферы, они уже, ну, не первый раз под прицелом во внимании Общероссийского народного фронта, уже на протяжении многих лет вы занимаетесь этим вопросом. Вот предыдущие мониторинги какие результаты давали? Ну, если мы попробуем сейчас с вами вспомнить каждый мониторинг, проводимый Общероссийским народным фронтом, то их очень много. И по результатам некоторых были внесены и какие-то предложения в Государственную Думу. В частности, мы очень активно взаимодействуем с региональными властями, к нашим рекомендациям прислушиваются. Ну, ведь, а как по-другому? Ведь мы, а это граждане нашей страны, и если мы транслируем какие-то вещи, нам, по крайней мере, в последнее время, часто мы видим, что идут навстречу, прислушиваются, меняется что-то. И поэтому лишний раз мы понимаем, что все это сделано не зря. Ну, а вот если о критериях оценки проводимых исследований, что вы можете по критериям сказать, что в них входит? Ну, в качестве примера давайте возьмем последний мониторинг, буквально там недельной давности, это мониторинг МФЦ. Мы провели мониторинг здесь регионально, он проводился и в целом по России. Что здесь? Если говорить в частностях, то, конечно, ростовские МФЦ одни из лучших в России. Мы были первыми, да, кто запускал этот проект? Да, мы были первыми, мы работали над всеми этими ошибками, были какие-то сложности. Ну, тем не менее, в общем, если мы говорим, то структура ростовских МФЦ, она считается одной из лучших в России. При этом мы понимаем, что все-таки будут шероховатости. Есть какие-то вещи, которые пока, скажем так, не совсем отточены. Ну, вот какие критерии, да? Ну, смотрите, мы проверяли, первое, это, конечно же, соответствие зданий и помещений, это важно. Пандусы, да? Пандусы, ну, это уже второй пункт, да, то есть соответствие в том числе и, наверное, в первую очередь, я даже скажу, это соответствие для использования людьми с ограниченными возможностями. Ведь, ну, наверное, это самая слабая и незащищенная категория наших граждан, и поэтому в первую очередь нужно задуматься о них. Это пандусы, это подъемные устройства, это, что важно, туалеты для инвалидов, потому что, ведь, понимаете, это тоже отдельное большое помещение с различными приспособлениями и так далее. Ну, то есть техническая, да, вот часть вопроса дальше? Ну, соответствие, количество оказываемых услуг, потому что мы увидели, что, да, они есть, их много, ну, если где-то это, например, 40 услуг оказываемых, то где-то это может быть 30. И вот здесь важно понять, как гражданин будет об этом узнавать, что и где он способен получить. Вот четкую, открытую информацию, если мне, например, надо поменять какой-то документ, могу ли я его сделать в этом МФЦ или нет. Также мы проверяли очень важный аспект, это время ожидания в очереди. И скажу вам, что в среднем это 5-6, ну, до 10 минут. Ну, хотя есть здесь технические недоработки, вы, когда приходите в МФЦ, вы подходите непосредственно, скажем так, к электронной записи очереди, получаете квитанцию, и на ней есть QR-код. Ну, я думаю, все мы знаем, что такое QR-код. Так вот, с помощью QR-кода вы можете считать информацию о том, сколько вам времени ожидать, какой вы в очереди и так далее, на свой там мобильный телефон или иной гаджет. И получается, что, например, в Ростове у нас есть QR-код, а, например, в Новочеркасске его там половинка уже, а в шахтах вообще нет. Я понимаю, что это, наверное, ну, не самое важное, но все-таки, если мы стремимся к некому единству, в том числе и услуг, и иных факторов, которые помогают все-таки человеку, ну, дают навигацию, да, ну, в частности, по ожиданию, то все-таки, кажется, вот это вот единство должно быть. Вадим, ну, главная задача МФЦ, да, это оптимизация процессов при предоставлении услуг. Вот все ли соцучреждения Ростова и Ростовской области справляются с этой задачей сегодня? Ну, на данный момент, как я уже вам сказал, в разном соотношении МФЦ готовы предоставлять услуги. Ну, где-то меньше, где-то больше. И все-таки, если мы говорим об оптимизации, вот это будет первый фактор, который необходимо вывести к единому уровню. И также, вы знаете, происходят ситуации, при которых на территориях МФЦ также действует бок о бок практически под одной вывеской. Также различные госучреждения, пенсионный фонд, например, при этом получается странным. Вы приходите в МФЦ получать, собственно, услугу в одном окне, а рядом есть окно пенсионного фонда. Для рядового гражданина это все некие, да, там, государственные услуги. И если мы просто возьмем сравнение, я не берусь сравнивать непосредственно, кто будет их делать лучше и быстрее. Но даже по времени ожидания, если мы возьмем, то наши активисты записывались в очередь в пенсионный фонд, получали квиток. Время ожидания среднее 5 часов. Соответственно, в МФЦ это там, ну, как я уже говорил, 5-6 до 10 минут. И что получает на выходе гражданин? Он не понимает, он видит вывеску на улице, он заходит внутрь и он не понимает. И на наш взгляд, это все-таки проблема МФЦ. Дополнительная может быть какая-то навигация внутри этих учреждений, может быть дополнительная работа консультантов непосредственно с каждым гражданином. Но они над этим работают. Мы также мониторим этот вопрос, даем свои рекомендации. И все-таки будем надеяться, что и вот эта оптимизация, как раз-таки, в частности, исключение нахождения под одной крышей различных организаций без навигации для гражданина, это тоже все, конечно, исчезнет. Хорошо, спасибо вам большое, что нашли время, пришли в нашу студию. Напоминаю, у нас в гостях был Вадим Живин, эксперт оригинального отделения Общероссийского народного фронта Ростовской области. Мы же с вами прощаемся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова